Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как будет развиваться Самара? Каким будет исторический центр в городе будущего? И как будет меняться инфраструктура? Об этом говорим сегодня с участниками конференции «Города и территории завтра. Инструментарий позитивных перемен». В нашей студии заместитель декана высшей школы урбанистики, высшей школы экономики Виталий Стадников, наш земляк и главный архитектор проектов НИПИ «Города строительства Московской области» Александр Антонов. Здравствуйте, Виталий Александров. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот нынешняя конференция, она проводится во время таких экономических перемен, экономической нестабильности, так скажем. Вы чувствуете, что это как-то на стратегии развития городов отразится или нет? Или мы прорабатываем такое далекое будущее, что нынешние вот какие-то такие экономические условия на это не повлияют? Это рынок уже чувствует. В частности, ввод квадратных метров – это первое, то, что пострадает от изменений экономических. Безусловно, это в стратегических планах должно быть рассчитано. Второе, что пострадает – это суперпроекты, на основе которых многие города пытаются развиваться. Сейчас бюджетные дотации уменьшаются, и это вопрос о том, что необходимо продумывать источники финансирования, источники внутреннего развития, а не уповать на какой-то бюджет мифический. Понятно, Ваша точка зрения. Александр, скажите, а на чем Вы специализируетесь? Ну, скорее всего, на крупных территориях это можно называть агломерацией, это можно называть субурбией. Ну и второе – это вопросы реконструкции в широком понимании. Не внимание реконструкции, только исторических, да, а на вопросы преобразования городской среды, интенсивного развития городов. А вот состояние исторических центров входит в Вашу компетенцию, да, вот как их сохранять? Допустим, вот у нас в Самаре очень актуальная тема сохранения деревянного зодчества в том числе. Вы можете, как эксперт, сказать нам, направить вот в какое-то русло, потому что мы до сих пор не знаем. Вот как-то общество разделилось. Кто-то говорит, что нужно вообще снести, потому что мы в современном мире, а кто-то говорит, что это так ценно и дорого, что нужно все это реставрировать и оставлять. Ну, на самом деле, есть, в общем, один вполне здравый такой международный рецепт. Надо говорить и обсуждать, и я, как специалист, профессионал, не могу вам дать ответ о том, как вам жить. Я вам могу рассказать, какие подводные камни ожидают в этом случае, какие подводные камни ожидают в другом случае. Но решение должно принимать гражданское общество и какому-то городу важнее сохранить, какому-то наоборот. Виталий, вот вы сегодня уже со стороны следите за нашим историческим центром, за его судьбой. И как-то вот ваше мнение какое? Ну, я за ним слежу и не сегодня, и вчера, и позавчера, со стороны и изнутри. Мое мнение такое, что пока не происходит никакой динамики по отношению к историческому центру, в том отношении, что в стратегии, в стратегических программах, в документах планирования города никаким образом не определяется отношение к этой части города. Исходя из этого, тенденции удручающие, и происходит его уничтожение, происходит строительство, которое противоречит и даже генеральному плану существующему, и правилам землепользования. Эта практика сложилась, и она только ухудшение имеет тенденцию. Ну, есть что-то, что вас радует все-таки в Самаре? Вот эти вот, как раньше говорили, точки роста. Ну, вы знаете, для Самары как был, так и есть три точки роста. Первая – это город инновационных технологий, космонавтики, авиации, город науки. Вторая точка роста – это природа, ландшафт, уникальный ландшафт, который вот как раз никем не подвергается сомнению, что это лучшее, что в нашем городе есть, это то, что не является городом, а окружением города. И третье – это, конечно, историческое наследие, которое пока еще имеет целостный характер, но стремительно уничтожается. И все эти точки страдают. То есть, все это уходит в небытие по той причине, что есть огромная проблема с миграцией высококвалифицированного населения, уменьшением численности населения в городе, замещением неквалифицированным миграционным населением в городе. Соответственно, это угроза инновационному развитию города. Раз. Второе – это уничтожение этого самого ландшафта путем экстенсивного развития городских территорий и различных субурбических анклавов, которые вокруг торговых молов, вокруг города, значит, там в пойме Самарки и на других важных территориях начинают располагаться. И, конечно же, уничтожение третьей идентификации культурной – это наследие. Да, но как-то пока все очень грустно. Вот хотелось бы узнать, знаете что? Вот вообще задача города – это привлекать как можно больше людей и инвестить. Ну, как мне кажется, каждый достойный город, тем более миллионник, он должен этим заниматься, чтобы привлекать людей в себя и чтобы люди бизнес инвестировал. Поэтому тогда будет развитие. Скажите, вот в Московской области, вы как специалист, как эксперт, сегодня вот какие тенденции? Знаете, я бы вот как-то подверг сомнению вот этот миф. Вам зачем инвеститься? Ну, вам, как жители города. Как? Ну, чтобы развивались какие-то новые предприятия? Ну, вот лично вам зачем инвеститься? Ну, если будут… Зачем старые плохие? Может быть, лучше пусть будут работать старые? Ага. Да? Зачем вам люди? Ну, как же? Другие. Ну, зачем? Ну, вот вы сейчас подняли проблему. У вас есть какая-то… У вас есть какая-то… Потому что уезжают люди, а вы говорите, зачем нам люди? Нет, ну, вот вы говорите, привлечение, то есть вот эта вот нацеленность на рост любой ценой, да, больше, больше, шире, мощнее, сильнее, дороже, вот. И это приводит нас к тому, что мы очень часто за этими… Ну, на самом деле, это приводит к несбалансированному развитию. Потому что некоторые вещи, как то строительство того же жилья, очень просто сделать больше, за наш с вами счет, на самом деле, да, не за счет девелопера. Ну, конечно. А некоторые вещи, как то строительство улиц и дорог, очень сложно сделать больше, да, потому что на них всегда не хватает, и в результате у нас больше бетона складывается в квадратные метры, а вот пространство для коммуникаций у нас на одного человека и на одну бетонную коробку становится все меньше, меньше и меньше, да. Да, и природы становится все меньше и меньше, да, потому что бетон занимает место природы, и почему мы вдруг решили, что инвестиции лучше сохранения природы? Качество жизни страдает, и уважающие себя люди не могут жить в этом. Вот и все. То есть вот этот очень… Рост неравен развитию. Понятно. А как же тогда быть с тем… Вот недавно смотрела передачу, в которой собирались футурологи, и они сказали, что города будущего большие. Это, ну, совершенно там другая картина. Будут использоваться крыши домов. Транспорт, во-первых, весь перейдет в небо, то есть поднимется, да, там будут какие-то летательные аппараты, ну, машины, то есть будет все летать, приземляться на крыше домов. Будут больше использоваться крыши домов, там будут и растения, и стоянки для вот этих вот летательных аппаратов и так далее. И это произойдет совсем скоро, но по мнению футурологов. А у вас сегодня такое вот ощущение, что ничего не двигается, ничего не развивается, и как бы все остается вот как есть и даже ухудшается. Как тогда быть с этим? Потому что реальность все равно поменяется, как бы мы этого хотели или нет. Вот такой вот дисбаланс получается. Ну, то, что касается футурологических прогнозов, я могу сказать, что мы и в коммунизме, наверное, уже с 80-го года находимся, важно только поменять свое отношение к реальности, и все будет хорошо. Вот, а с другой стороны, значит, надо просто принять во внимание, что наши города и стратегии развития урбанистического России отстает как минимум на полвека от стран Европы и Америки. То есть через 50 лет, когда к этому придет Европа, потом только мы. И с этим нам говорить пока что о стратегиях какого-то там устойчивого, компактного экологического развития, безусловно, необходимо, и, возможно, это все наступит раньше, но, тем не менее, ментально мы отстаем. До сих пор у многих еще в головах город Тольятти, набережные Челны и другие примеры идеального советского городостроительства, как образец вообще города, что нужны дороги, трассы, развязки. Да, вот как раз, Виталий, в тему вот вы сказали, а я хочу услышать мнение эксперта по поводу того, что в последние годы у нас обсуждается идея создания Самарско-Тольяттинской агломерации, единого и связанного территориального комплекса, объединяющего два крупнейших города региона. Вот какие плюсы в объединении городов вот именно этих Самары и Тольятти есть, или все-таки вот вы противник? И вообще это мировая тенденция? Или вот единичные какие-то случаи, когда люди хотят вот объединяться и объединяться? Ну вообще слово агломерация, да, в английском языке нет. И говорить о мировой тенденции, это что-то какая-то тоже очередная наша такая вот странная вдруг мода пошла где-то года 3-4 назад. Вообще агломерация это нормальный эконом-географический термин, да, он использовался в Советском Союзе, рассматривая все это скопления действительно городов. Нет, нет, это не советский, это нормальный термин, но это не управленческий термин, да. Сейчас пытаются подвести под это какие-то управленческие механизмы, их существует несколько, но почему-то всегда получается у нас один. Давайте-ка мы в что-нибудь одно большое такое объединимся, одного большого гениального владыку поставим, и все будет хорошо, потому что все будет в едином начале, и все будет. А вот эти вот какие-то мелкие города, которые тут постоянно не могут договориться с собой, вот это плохо. Идея в чем агломерация? Ну вот всегда говорят, агломерация поможет экономическому развитию. В чем? Да никто не может ответить на то, в чем. Первое. Вот когда из Самары в Тольятти можно будет заехать за час. Но это же плюс. Нет, когда можно будет доехать за час, вот тогда и можно будет говорить о том, что Самары и Тольятти связаны. А так мы летим до Москвы полтора часа. С таким же успехом можно создавать Самаро-московскую агломерацию или Московскую агломерацию. Мы обсуждали, где граница Московской агломерации, как на досуге у себя. И пришли к выводу, что они где-то в том месте, где граница Варшавской агломерации. Но если Минск не считать, то вот. То есть это каждый об этом говорит как угодно. Есть города в России, большой город, почти миллионы или 700 тысяч, а возле него там город 20 тысяч. Они говорят, все, у нас тоже агломерация. У нас агломерация, вот наш город, у нас... Чебак, Сарская, Махачкарская. Да, 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 у нас город и 33 деревни вокруг, это тоже называется агломерация. Модное слово, за которым на самом деле очень редко что-то стоит. За этим что-то стоит, когда два муниципалитета начинают совместный проект, который им обоим выгоден. Пока этого нет, обоюдной выгоды и работа над совместным проектом. Можно говорить что угодно об управленческих механизмах и все прочее, прочее. Это все лирика. Понятно. Виталий, скажите, вы следите за тем, какие проекты сегодня запускаются в Самаре. И, опять же, вот, что вам кажется ценным? Вот их несколько. Ну, вот, фабрика, кухня. Раз, ну, это ваше уже, так скажем, родное. Потом центр для молодежи какой-то огромный тоже планируется строить. Это вот вообще, насколько это обосновано, строительство таких огромных центров для молодежи? Вы же слышали об этом, да? Вот на пересечении Некрасовской и Ленинградской, по-моему. Не, не могу прокомментировать про центр для молодежи. С моей точки зрения, безусловным плюсом является возведение аэропорта нового и точкой, безусловно, роста. Вот. Ну, работы уже начаты. Вы же прилетали, вы заметили, что у нас открылся? Да, да. Не только начаты, они закончены. Нет, и еще дальше будут продолжаться. Вот. То, что касается суперпроектов к чемпионату мира, ну, дай бог, что-нибудь внедрится, но не в виде точечных объектов, а в виде инфраструктурных объектов, как-то развитие общественного транспорта, трамвайных линий и так далее. Но пока что я не наблюдаю тут никаких подвижек. А вот какие точечные, хотя вы противник точечных объектов, вы какие-то видите... Нет, я не противник точечных объектов. Нет, я понимаю, но приоритет, как бы, да, вот общая картина, чтобы сложилось, чтобы город был удобным и так далее, комфортным. А чего вот сегодня не хватает в Самаре, вот на ваш взгляд, все-таки? И вообще на конференции это обсуждать? Не хватает стратегии, в первую очередь, стратегии пространственного развития. Как же у нас есть стратегия развития города до 2025 года, там пространственной нет. Да, в том и дело, что следующим шагом должна быть разработка стратегии пространственного развития города, в соответствии с которой нужно утвердить документы планирования, скорректировать генеральный план правил землепользования. То есть проблема в Самаре в том, что генплан не соответствует правилам землепользования, или, точнее, наоборот, под генпланом фактически нет никакой стратегии. Стратегия существует как отдельная книжка, но она никоим образом не отражена в этих документах. Получается, что эта книга лежит на столе, а город развивается как попало, абсолютно ручными методами, точечными всякими решениями, необоснованными, с плохой нормативной базой, в которой как хочешь, так и читай с любой стороны любой документ. В связи с этим можно сказать следующее, что, безусловно, должна быть стратегия пространственного развития, она должна быть продолжением стратегии 2025, она должна такие же механизмы иметь разработки, то есть общественные разработки, потому что уже не работают проектные методы, когда умники, градостроители сели, что-то нарисовали и начало все развиваться по их проекту. Не работает так. Ни один самый умный администратор не может управлять большим миллионником без взаимодействия с сообществом. Вот это сообщество, оно было сформировано в виде рабочих групп стратегии 2025, эти группы продолжают во многом работать. В частности, работа по стратегии пространственного развития исторической Самары не останавливалась, она представлена в рамках конференции, и вы с ней должны, безусловно, ознакомиться и посмотреть ее. То есть там как раз изложены эти механизмы, которые могут привести к правильной регуляции центра. Но это все от стратегии должно перейти в нормативно-правовые акты, в документы, которые должны начать работать. И благодаря тому, что сейчас появляется возможность организации отдельной структуры, управления главного архитектора и городостроительства, которое завтра будет в Думе обсуждаться, это имеет шанс на реализацию, потому что нельзя по сути стратегического планирования управления заводить в департамент отраслевой строительства, которому нужно выполнять планы, строить быстрее, сдавать, что-то там отчитываться, быстрее, 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 и за сиюминутными проблемами не замечать глобальных важных проблем хотя бы на год вперед. А вот, Александр, скажите, в Московской области как участвует сообщество, о котором говорил Виталий, во всей этой градостроительной стратегии? Вот это там поставлено? Есть такие механизмы? Или тоже те же проблемы? Я в скорости ее узнаю. Я по приезду пойду на заседание общественного народного фронта, которое очень обеспокоен градостроительной политикой Московской области. Действительно существует очень серьезная угроза историческому наследию, потому что вот это распространение застройки вширь и во все щели, ну, все, уже застройка уперлась в Московской области, достаточно большое количество больших по площади объектов, парков, усадеб и так далее, и так далее. Все это уже внедряется в усадьбы федерального значения, да, и вызывает много конфликтов. Конечно, вот застройка такая вызывает конфликты с местными жителями. Когда ты привык жить, условно говоря, в сельском пейзаже, да, вдруг выясняется, что любой сельский пейзаж на протяжении ближайших трех лет, да, вероятность того, что ты выйдешь из своего дома в один не очень прекрасный момент и увидишь, как с девятого этажа или там с двенадцатого на тебя смотрят твои соседи, новые, да, она очень велика для любой деревни сейчас. И вот опять вступает в конфликт, вот, как Виталий сказал, ведомственные интересы и, собственно говоря, интересы населения. И, на мой взгляд, самое главное, и вот что я здесь хочу сказать, что население, вот все говорят, публичное слушание бессмысленное, и так далее, и так далее. Ну, есть такое мнение, да? Ну, есть, да, да, да. Вот люди, приходящие на публичные слушания, феноменально изменились за пять-семь лет, да? Если раньше это приходили бабушки, которые просто приходили сказать в глаза главе или представителю власти все, что они думают о власти, о жизни и вообще, да, то сегодня на публичное слушание приходят группы, которые говорят, так, вот тут нам на руку нарисовали, вот у нас три альтернативных варианта с расчетом потоков, да? Вот, вот так вот, так вот, так вот. И этих людей уже не могут не слушать ни главные архитекты области, ни министр строительства, да? Вот у меня знакомая девушка приходит, там, к начальнику департамента, вот она первая пробилась. Ну, обычная девушка, которая борется с девятиэтажной застройкой, да, пробилась, ну, может быть, специалисты знают, Елена Станиславовна Чугуевская, начальник департамента, я не знаю, как он сейчас называется, но она в министерстве, вот, как раз она занимается стратегическим планированием Министерства экономического развития. Вот, ходила на прием, то есть, вот эти вот гражданское сообщество, да, вот эти активисты, они теперь становятся, во-первых, они становятся позитивными, да, они просто критичны, и они становятся очень грамотными, да, там есть юристы, люди знают, как бороться в судах, да? А в Самаре же не такая картина, да? Вот смотрите, это происходит... Это меняется, это очень, очень быстро. Во-первых, это меняется очень быстро, и происходит это по одной причине. Вот эта вот актуализация гражданского сообщества происходит тогда, когда появляются имущественные интересы, а именно земля и оформленная собственность. И вот для Самары, для исторической, самый главный ход, это разрешить людям оформлять землю под дворами, под строениями. То есть у нас проблема с Амарой исторической в том, что весь город держится неоформленным, огромными отводами, отводится под каких-то застройщиков, которые дальше начинают жечь дома и людей. Вот, и то есть вот как только будет понятно, это уже понятно, что расчет на рыцаря, на белом коне инвестора, он не приводит к упорядоченности среды, как только это будет принято, и внимание придет, что надо людям отдавать ответственность за землю, накладывать налоги на них, тогда все будет хорошо. А как это будет меняться? Потому что так во многих городах произошло, допустим, Ростов. Самый компактный миллионник и самый малоэтажный в то же время, как ни странно, это к стереотипам относится, что чем выше, тем круче и больше. Ничего подобного. Тем более в центре, в историческом, конечно. При том, что там исторический центр, районы, прилежащие к нему, это все оформленное практически на 100% земля в собственности, а в порядке. Так во многих городах произошло уже. Нет, Виталий, вы говорите, вот он оформит землю в собственность, у него свой дом, своя земля, да, в центре города. Он сможет построить все, что он хочет там, да? И как хочет использовать. Все, что возможно в рамках правил землепользования и застройки. Конечно. Это же тоже будет какой-то разнобой. Один так будет строить, другой там что-то подреставрировать. Но правила землепользования и застройки – это отдельная тема. Их качество и качество прописывания регламентов, того, как должны выглядеть здания, это отдельная тема. Да, то есть это все будет. Для Самары крайне актуально. Но вопрос в стимуле людей участвовать в этой общественной жизни, он заключается именно в вопросе, связанном с оформлением имущественных отношений. Потому что они отстаиваемы в суде. Да, понятно. Я добавил просто, что мы же учимся все-таки, да? Мы довольно долгое время жили при других отношениях, и мы сегодня учимся. И вот говоря о правилах землепользования и застройки, надо еще добавить, что, наверное, они все-таки несовершенны, потому что они были просто-напросто скопированы скопированы с чужого законодательства, да? Скопированы с законодательства, которое развивалось столетиями, да? Которое сегодня применяется в гражданском обществе, которое столетиями впитывало вот эти вот законодательные нормы, да? Наверное, они у нас должны как-то адаптироваться. Это тоже дело будущего, безусловно. Но чтобы этим нужно двигаться, да? Главное, что даже плохие правила застройки лучше их отсутствия, да? То есть надо учиться жить по закону. Если мы сказали, что это закон, то по нему надо жить. А если мы сказали, что вот это написано, что закон, а на самом деле это вот ширма, на фоне которой хорошо сниматься на какие-то парадные фотографии, ну, это тогда совсем другое дело. Значит, это хорошая иллюстрация к чему-то, да? Понятно. Александр, а каким вам видится наш город? Вот когда вы говорите, вам сказали, вы едете в Самару. Вот что, знаете, с архитектурной даже точки зрения может быть? Я не с архитектурной, я как раз вот именно скажу с точки зрения, поскольку, да, человек, который никогда не был в Самаре, да, он может, да, я первый раз, он может изучить Самару только по интернету, да? Так вот, активность, у меня оказалось очень большое количество друзей, знакомых из Самары, да? И активность вот эта гражданская, на самом деле это очень такой интересный вопрос. Есть очень много городов, где люди не готовы, не умеют, недостаточно квалифицированы для того, чтобы вступать с властью. В диалог еще находятся на периоде вот этого начального противостояния, собираются на публичные слушания, чтобы покричать, поголосовать, там, да, лицо набить там друг к другу и разойтись, и потом в интернете жаловаться о том, что все враги, да? Самара уже давно не такая, да? Самара уже как раз вот этот вот диалог, пусть он идет тяжело, безусловно, да? Но он начался, да? И я думаю, это вот архитектура, ну что архитектура? Архитектура, с архитектурой все очень просто. Не мешайте архитекторам работать и проводите, так сказать, открытые конкурсы. И все, и родятся наши архитекторы нормальные, и приедут на иностранные, и школа самарская, архитектурная, градостроительная, она, в общем, известна в стране. А вот именно, вот быть на, то есть больше говорить о городе, да? Больше обсуждать, собственно, о чем конференция. И вот из этих обсуждений в один прекрасный момент в дух родится новое качество, да? И это новое качество можно уже будет предъявить стране и сказать, а мы знаем, как это делать. На самом деле страна не знает, как преобразовывать исторические территории. Вся страна. И законодательство наше не знает. Да, если мы возьмем градостроительный кодекс, да? Там нет инструментов, которые позволяют преобразовать исторические территории, да? Шутка и право застройки. Это вот такой ровный документ, который покрывает весь город. Индивидуальная застройка где-то на окраине, в которой, в общем, всем все понятно, да? Ты можешь сказать, забор такой, дом такой. Ну, там, пять параметров, их можно описать. И историческая застройка. Она регламентируется одноуровневым документом. В исторической застройке ты не можешь сказать, да? Потому что везде существует... Невозможно сказать, ну, там, стоянки должны быть. Там нет места. Там нельзя применять такие же параметры, да? Такие же нормы. В исторической застройке всегда динамика другая, да? Нельзя применять... Вот идея правила застройки была в том, что мы все опишем. Человек вписывается в регламенты и все, и строит все. Невозможно в исторической высокоценной застройке наперед описать стопроцентно, что там можно и что там нельзя. Ну, просто вот это не будет работать. Всегда будут какие-то нюансы, что ты не предусмотрел. И вроде все по закону, а получилось... Это просто вопрос как раз гибкости документов. Инструментов. И вот разработать инструменты для реконструкции исторической застройки это одна из задач нашей сегодняшней, потому что у нас их нет. Не только понимания, но и инструментов. Виталий, а как вы смотрите на то, как развиваются пригородные территории Самары? У нас появляются вот новые такие какие-то районы. С моей точки зрения, это самый большой проблемный момент, связанный с оттягиванием бюджетных средств и вообще энергии города. Основного пятна Самары. То есть как бы основное пятно Самары, условно говоря, до современного этого стадиона, который находится и до Зубчининовки, оно страдает от недокапитализации. То есть огромные массивы микрорайонов первых серий панельных, они приходят в упадок. Это безумно огромные территории. Это половина фонда жилого. Он приходит в упадок. В то время как паразитические какие-то структуры рядом с торговыми молами начинают расти на огромном расстоянии от города. И весь этот народ, он не имеет точек приложения труда в этих паразитах, где там по миллиону квартиры стоят. Люди тратят огромные деньги и кучу времени на то, чтобы попадать в город, если они пересчитают свои деньги, сколько они тратят на маршрутки, а потом на то, что задают детей в коммерческие сады, потому что там нет садов и школ, то поймут, что они купили на самом деле бомбу замедленного действия за миллион рублей. И вот это оттягивает наш ресурс, наши налоги. Куда нужно везти трамвай? В Кошли в проект? Куда нужно везти канатную дорогу? Понятно, к сожалению, услышала вас. Стоит призадуматься нашим телезрителям над всем, что вы сегодня сказали. Абсолютно здравый и такой критичный взор со стороны. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!